Добрый день, дорогие друзья! Мы в это время подводим итоги, и, безусловно, ваши достижения, ваши победы, ваши успехи ярко отражаются во всех этих итогах нашего уходящего года. Мы провожаем в историю год, который, безусловно, был особым для России. Он вестил в себя поистине судьбоносные события. Именно в такие моменты отчётливо понимаешь, как много значит для каждого из нас Россия. Ответственность за её будущее, за всё, что дорого и свято, что мы должны беречь и защищать. Уверен, подобные чувства испытывают все, кто находится в этом зале, и эти чувства разделяют подавляющее абсолютное большинство наших людей. И наша вера в себя, в свои силы подкрепляется исключительными примерами подвига и героизма. На страже закона, на передовой борьбы с преступностью стоят сотрудники правоохранительных органов. С риском для жизни они выполняют свой долг, оберегают покой и безопасность граждан. В числе награждённых майор полиции Абабакар Хасанович Костоев за мужество и профессионализм, проявленные в ходе операции по обезврежению террориста-смертника, он удостоен звания Героя России. Безусловное мастерство и отвагу демонстрирует в своей работе Светлана Владимировна Копанина, единственная женщина-пилот корпорации «Сухой». Она оставила позади многих мужчин, освоила уникальные, сложнейшие элементы высшего пилотажа и уже вошла в историю как одна из самых титулованных в мире лётчиков-инструкторов. Раскрыть, сохранить и приумножить богатый интеллектуальный, творческий потенциал нашего народа – задача огромной государственной важности. Высокие награды Родины вручаются сегодня деятелям российской науки и образования, работникам медицины, промышленности, сельского хозяйства. Вся ваша работа наполнена заботой о благе и пользе России, о её будущем. Отмечу заслуги выдающегося специалиста в области математики и механики, педагога и организатора науки, вице-президента Российской Академии Наук Валерия Васильевича Козлова, а также многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров учёного-ветерана Великой Отечественной войны Максима Матвеевича Загорулька. Помощью людям и развитию российского здравоохранения посвящают свою жизнь работники медицины. Они занимаются, безусловно, прежде всего людьми, но для того, чтобы делать это своё дело эффективно, думают и внедряют самые передовые медицинские технологии в клиническую практику. Вот этому всему посвятила свою жизнь Лейла Вагоевна Адамян, Алексей Степанович Борчук, Евгений Иванович Гусев и многие присутствующие здесь талантливые учёные и врачи. В ключевой инфраструктурной сфере на железнодорожном транспорте десятки лет трудится составитель поездов Александр Владимирович Горбатюк. От его знаний, добросовестного отношения к делу зависит беспребойная работа и, что очень важно, безопасность движения на важнейшем участке западно-сибирской железной дороги. Такие люди, люди труда создают, безусловно, золотой фонд успехов и достижений России. Свой яркий, многогранный вклад вносят в него и мастера отечественной культуры. Здесь собралась целая плеяда артистов и музыкантов, которых все мы хорошо знаем и любим. Отмечу, что полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством стал Леонид Сергеевич Броневой. Сегодня с нами талантливая, легендарная, необыкновенно скромная и абсолютно выдающаяся Александра Николаевна Пахмутова. Ваши песни сопровождают нас всю жизнь. Они объединяют, восхищают, согревают, побуждают к самому доброму и лучшему. В них отразилась не только общая история, судьба страны, но и личные переживания, эмоции, чувства наших людей. Большинство ваших песен стали явлением вне времени, уверен и будут петь всегда. Российская культура всегда задавала нам высокие ориентиры общественного и нравственного служения. Проповедовала идеалы мира и добра. Сегодня и впредь она будет помогать нам с честью и достоинством укреплять страну. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с вручением государственных наград. И, конечно, с наступающим Новым годом. Позвольте пожелать здоровья, счастья, творческих успехов и предлагаю перейти к самой процедуре. Спасибо большое.